Теперь о наводнении в Западной Европе. Стихия ударила по Германии и Франции. Есть погибшие. Во Франции ситуация усугубляется забастовками против трудовой реформы. Страна на грани транспортного коллапса. И это чуть больше, чем за неделю до старта чемпионата Европы по футболу. Антонина Кукушкина расскажет больше. Городок Зимбах, что в 120 километрах от Мюнхена, теперь не узнать. На прежде тихих и аккуратных улочках разрушены дома, смытые машины, тонны грязи. Кое-где еще стоит вода, повсюду нет света. Картина, как после удара цунами. Собственно, это и недалеко от истины. После трех дней дождей реки вышли из берегов, вода хлынула в город. Все произошло очень быстро. Пять минут, и вода затопила весь первый этаж. Мы бросились на чердак, прикрепили красную тряпку к метле и размахивали ей из окна, чтобы нас заметили и спасли. Соседи рассказывали, они пытались выбраться через дверь, но она не поддалась. Вода уже была здесь. Минут через десять на первом этаже потоком выбило окна. А потом пришла вторая волна. Спастись удалось не всем. Погибли три женщины. Когда город оказался под водой, они почему-то бросились не наверх, а в подвал. Сообщалось о погибших и в других городах. Последствия удара стихии сейчас приходится расхлебывать по всей Баварии. Откачиваем воду из домов и подвалов. Нужны контейнеры, чтобы можно было убрать с улиц мусор. А кое-где только готовятся к худшему. Свежие кадры спасают. Туда сейчас стягивают спасателей. Вода в Дунае вот-вот достигнет критического уровня. Дамбы укрепляют и на западе. В районе Везель. Это северный Рейн-Весфалия. Непогода также в Лейпциге и Ганновере. А это уже Франция. Примерно в ста километрах от Парижа ситуация критическая. Пришлось эвакуировать около 12 тысяч человек. Привлечены все возможные силы в воздух, подняты вертолеты. Введен наивысший уровень опасности. Хуже всего в городах Монтаржи и Немур. Не хватает питьевой воды, но подвезти помощь можно только по воздуху. Фуры заблокированы на дороге. Людям приходится спасаться самостоятельно. До нас еще не скоро дойдут. Чтобы выбраться отсюда, мне надо найти лодку, потом как-то найти машину. И только потом я смогу добраться до Орлеана. Такое чувство, что мы посреди моря. Непонятно, что делать. Но нельзя поддаваться панике. Есть о чем волноваться и жителям французской столицы. Эта статуя у опоры моста Альма своего рода метка для посвященных. По ней коренные парижане определяют начало наводнения. Если уровень воды в сене поднялся до пояса каменного воина, пора паковать вещи и уезжать. Пока солдат стоит по колено в воде. Но уже затоплены набережные, парализовано автомобильное движение. Надо сохранять спокойствие. Мы оказались в трудной ситуации, учитывая, что не работает городской транспорт. Еще чуть-чуть и придется остановить электрички, идущие в туннели по левому берегу сены. А они и так ходят с перебоями. Пик наводнений пришелся на забастовке против трудовой реформы. Сегодня на работу частично не вышли железнодорожники и работники метро. На вокзалах и в подземке столпотворение. И так уже несколько месяцев. При этом протесты только ширятся. Из-за этого в стране уже разразился топливный кризис. А теперь может начаться транспортный и энергетический. О начале стачки заявили сотрудники 16 из 19 французских атомных электростанций. И все это за считанные дни до начала чемпионата Европы по футболу. Субтитры создавал DimaTorzok